Доллар продолжил подъем после вчерашней публикации протокола с последнего заседания ФРС. Очевидно, что американский центральный банк продолжит свою борьбу с инфляцией повышением процентных ставок. Однако информации о конкретных шагах так и не поступило. Рынки ожидают подъем на 50 базисных пунктов по итогу сентябрьского заседания ФРС. А тем временем в Европе подтвердилась информация о том, что инфляция продолжает свой рост. Итоговые данные по инфляции в Европе подтвердили верность расчетов в предварительной оценке. Напомним, тогда они показали ускорение темпов роста потребительских цен с 8,6% до 8,9%. И хотя это в принципе снимает все вопросы относительно дальнейших повышений процентных ставок в европейском центральным банком. Никакой реакции рынка все же не последовало, так как этот факт был учтен рынком еще две недели назад, когда и публиковалась предварительная оценка по инфляции. Итак, вместе с тем на рынке сохраняется локальная перекупленность доллара. И рынок нуждается лишь в формальном поводе для проведения локальной коррекции. Вполне возможно, что поводом для этого станут сегодняшние данные из Соединенных Штатов по количеству заявок на пособия по безработице. В частности, количество первичных обращений может возрасти на 3 тысячи, а количество повторных обращений скорее всего увеличится еще на 5 тысяч. И это по самым скромным оценкам. В принципе, на рынке есть вероятность, что число заявок может увеличиться и на 10 тысяч. И хотя изменения в целом кажутся незначительными, но факт роста обоих показателей вкупе с потребностью рынка хотя бы в небольшом отскоке может оказаться достаточным для ослабления позиций доллара. Однако пока же мы видим на графике, как валютная пара евро-доллар лишь замедлила нисходящий ход в пределах уровня поддержки на 1,0150. Вследствие этого возник откат, а после – застой. Район уровня поддержки все еще оказывает давление на короткие позиции, что может привести к последующему построению амплитуды в рамках 50-60 пунктов. В качестве сигнального значения служат координаты 1,0100 при нисходящем сценарии и 1,0210 при рассмотрении продолжения действующего отката вверх. Стоит учесть, что сигнал будет подтвержден лишь после удержания цены за пределами того или иного значения на четырехчасовом периоде. Что касаемо фунта стерлингов, то валютная пара фунт-доллар завершила стадию отката в пределах уровня 1,2150, где возник рост объема коротких позиций сделок на продажу и поворот котировки вниз. В итоге долларовые позиции вновь стали актуальны на рынке, и это привело к их полному восстановлению. Сегодня с открытия европейской сессии возникло касание психологического уровня 1,2000, вследствие чего продажи фунта остановились, и это привело к отскоку котировки вверх. Сигнал о продолжении нисходящего цикла появится лишь после удержания цены ниже значения 1,1950. До сих пор трейдеры рассматривают обратный ход вверх по сценарию от 5 и 16 августа.